Всем привет, это новая серия View и мы начинаем. В казахстанском шоу-бизнесе назрел весьма интересный спор. Не так давно группа Moonlight в очередной раз вежливо попросила не приписывать их к субкультуре Q-pop. Мол, к нему они не имеют никакого отношения. Поэтому давайте разберемся, кто же с 91 в одной лодке плавает. Так уж повелось, что с дебютом 91 все последующие молодые бойз-бенды слушатели негласно причисляют к Q-pop группам. Некоторые артисты на этот факт не в обиде, но все же просят лишний раз такой ошибки не допускать. Мы не подражаем кей-поп и кью-поп артистам. Наша цель продвинуть казахскую музыку на мировой уровень, но при этом сохранить свою индивидуальность. Группа Mad Men, например, тоже считает ошибкой, когда говорят, что они ничем не отличаются от 91. Парни хоть и поют в одном жанре, но подача у них совсем другая. Глупо, зачем быть копией, когда можно быть оригиналом. Поэтому мы стараемся с каждым треком как-то отличиться, что-то свое внести. В спорт тут же вмешались сами Нэнсюван, ответив, наконец, что же такое кью-поп и чем он отличается от других стилей. Это не стиль одежды, это не стиль в музыке, это образ жизни, это культура. Когда кью-поп только цвел, он проходил через противостояние. Кью-поп вышел против противостояний, кью-поп вышел против стереотипов, конкретных стандартов. Также неправильно считать, что кью-поп-культура имеет обязательные требования к внешнему виду. Каждый вправе носить ту одежду, которую он хочет, и в принципе красить волосы или там серьги. Мы это делаем, потому что нам это нравится. О своих убеждениях Нэнсюван в мельчайших деталях расскажут в рамках реалити-шоу. Мемберы покажут, как кью-поп-артисты выдерживают конкуренцию, реагируют на хейтеров и совершенствуют молодую субкультуру. Новый проект стартует уже 19 февраля на НТК.